Дорогие друзья, мы приветствуем вас в прямом эфире Московского Дома Книги. Меня зовут Диляра, я буду вести сегодня онлайн-встречи. Прекрасно. Мы вас заждались. Я тоже вас долго ждала. Смотрите, у нас уже становится всё больше и больше. Приветствуем всех подписчиков Московского Дома Книги, книги подписчиков ваших. И давайте я сейчас сразу объявлю тему, о которой мы будем говорить недавно. В издательстве «Эксмо» вышла книга «О чём молчит печень». Мы именно об этой книге сегодня пообщаемся с вашими зрителями. Задавайте, пожалуйста, вопросы, не стесняйтесь. Вот прекрасная книга, да. Вы можете её, кстати, приобрести в нашем интернет-магазине, и мы дарим подарки, представляете, Сергей? Мы за вашу книгу, если у вас купят читатели, да, мы дарим журнал. У нас есть классный журнал, называется «Читаем вместе». Да, «Навигатор в мире книг». В гостях врач, гастроэнтеролог и гипотолог с 13-летним стажем, кандидат медицинских наук, руководитель федеральных образовательных программ для врачей и медицинский эксперт популярных телепередач на Первом канале НТВ и канале России. Член и партнёр Международных ассоциаций гастроэнтерологов. Сегодня у нас доктор Сергей Вялов на связи. Ваши аплодисменты, каждый аплодирует у себя из дома. Я хочу задать первый вопрос, и потом перейдём в чат. Дорогие друзья, не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, все вопросы интересующие, мы обязательно ответим. О том, что печень – орган молчаливый, я узнала из вашей книги. Расскажите, почему печень не рассказывает, что ей плохо, или, иными словами, не говорит о том, что болит вслух? Вы знаете, хороший вопрос, почему. Видимо, механизм так устроен. Я бы, конечно, с радостью ответил на этот вопрос, исходя из первоначальной причины. Я предполагаю, что, наверное, нам нет смысла знать столько о своём внутреннем мире, нам надо успеть заниматься какими-то делами важными, поэтому какие-то показатели типа уровня бензина в бензобаке, они действительно важны. Это даёт нам чувство голода. Мы знаем, надо заправляться, не надо заправляться, чтобы как-то действовать и какие-то действия в жизни предпринимать. А вот в отношении печени, ну, там происходят такие процессы, о которых, по большому счёту, в обычной жизни нам и не стоило бы задумывать. И они автоматизированы, собственно, поэтому печень, наверное, даёт нам свободу действия в жизни, благодаря тому, что не сигналит какими-то симптомами. Это, с одной стороны, плюс, и нам не надо контролировать тот миллион процессов, которые внутри неё происходят. С другой стороны, это минус, потому что, когда они начинают рушиться, тогда обычно бывает уже поздно. И вот этот момент главное не пропустить. Собственно, связано это с тем, что как таковых нервов внутри печени нет. Вот, например, мы все знаем зубы. Ну, зубы все знают, да, там внутри, к стоматологу многие ходили, там внутри нервы, нервы внутри зуба. И когда процесс доходит до нерва, мы это чувствуем, потому что начинают болеть. А в печени вот этих самих нервов нет. Поэтому чувствовать нам её нечем, по большому счёту. Единственное, знакомое всем абсолютно ощущение от печени, про которое мы точно знаем, это урок физкультуры в школе. Бегают маленькие нетренированные дети или подростки, когда начинают расти, и что-то вот тянет правый бок так. Что-то там начинает колоть, побаливать. Это за счёт того, что нетренированный организм начинает гонять кровь, печень кровенаполняется, она чуть-чуть растягивается, дотрагивается до своей оболочки, в которой как раз нервы-то и есть. И вот это мы начинаем чувствовать. В этом, вот собственно в этом, и главная особенность печени. Она старается вам докричать, а вы не слышите, потому что там нет нервов, друзья мои. Именно в этом-то и проблема. Вот Джамшит пишет, что слышно хорошо. Джамшиту я верю, он вообще и с другой стороны слушает, и говорит, что прекрасно. Поэтому я думаю, в подвале, не в подвале, в печени точно так же плохо. В печени вообще глушняк. Там вот вокруг оболочка, через эту оболочку не пробивается ни один звук. Там рядом с печенью кишечник, вот там всегда урчит, бурчит, это всегда фонит и даёт картинку на УЗИ. А УЗИ – это ультразвуковая методика. Она ориентируется как раз по звуку. А мы ориентируемся на ту картинку, которую даёт нам УЗИ как раз. И зачастую бывает так, что действительно плохо слышно. Плохо слышно на УЗИ. И из-за этого нам кажется, что в печени есть проблема. Давайте разбираться. Давайте разбираться. Кроме того, что печень не слышно и меня тоже, что же ещё нас интересует про печень? Короче, нервов нет. Сидим в печени как в бункере. Ничего не слышно, симптомов нет. Если симптомы появились, всё, надо бежать уже ко врачу или предпринимать какие-то срочные меры, потому что она отваливается. Вот давайте так, по-простому скажем. Реально, если печень, вот она такая же ментальность, как у нас с вами. У нас с вами какой фольклор народный. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока рак на горе не свистнет. Пока жареный петух, сами знаете, куда не клюнет, мы ничего не делаем. И печень так же. Вот пока её не припрёт окончательно, она сигналить ни о чём не будет. Поэтому давайте лучше за ней следить. А как следить, собственно, я постарался написать здесь, именно в таком формате, чтобы это было неким руководством. Есть некоторая этапность. Сначала нам важно понимать вообще, зачем она нужна. Вот как вы думаете, зачем она нужна? Ну, вы знаете, у меня есть на этом много версий. Во-первых, очищает от, например, таблетки. Вот мы пьём, а печень очищает наш организм. Ну, как функция очистки, наверное, выполняет. Это как я, я считаю, я не доктор. Да, это вот очень показательно. Слушайте, большинство людей так думают. Вот мы с вами возьмём для примера сито или дуршлаг. Да, вот и мы берём макароны и протрясаем, продёргиваем. Про что мы делаем? Промываем, бывает, макароны. Промываем. А как вот это вот? Отбрасываем, да, их? Ага. Как правильно назвать? Подбрасываем. И нам кажется, нам неосознанно хочется думать, что печень работает так же. Конечно, достаточно просто. А так работают почки, так работают многие другие органы. Но, к сожалению, с печенью эта аналогия, которая приходит к нам интуитивно, почему-то не работает. Почему-то потому, что у неё другой абсолютно механизм. Если бы она так промывала, протирала, профильтровала, было бы просто. Мы бы брали этот фильтр, вытряхивали, прочищали, и всё бы прекрасно срабатывало. И печень бы работала как новая. Но нет же. К сожалению, многие делают вот эти вот чистки, нацеленные на промывание, в кавычках, и не получают результат. Парадокс в том, что если бы мы понимали это правильно, мы бы точно имели результат. Правда? А если мы это делаем, и многие подтвердят, на практике-то результаты не видим, видим только ритуал. Значит, в нашей логике что-то не то. И действительно, что-то не то. Потому что печень работает точно не как фильтр. Вот 100% не как фильтр. Если брать какие-то образы, можно сравнить её, например, с ультрафиолетовой лампой. Она горит, всё вокруг убивает, и всё. А никакого контакта и взаимодействия, по большому счёту, нет. Ну, похожее, наверное, сравнение. Но правильнее сравнить всё-таки с химической лабораторией. Вот есть печень со своим набором химических реактивов. И она делает около миллиарда химических реакций в минуту, обезвреживая все вредные вещества. Наша задача, чтобы в этой химической лаборатории в достаточном количестве были все реактивы. Если их не хватает, химических реакций не будет. Тогда нечем и нечего будет обезвреживать. Спасибо огромное. Вообще, вот чем опасна такая молчаливость печени? Печень про это молчит. Да и многие врачи молчат про то, что какая бы ни была проблема с печенью, в конце концов она заканчивается только одним неприятным словом – цирроз. Любая проблема, которую мы не возьмём, это некая последовательная смена стадии. Как вот мы школу заканчиваем, но там всегда однозначно. Первый класс, второй класс, третий класс, четвёртый класс, пятый, а потом аттестат. И путь только один. И нам хочется верить, что у печени тоже только один путь. А у печени, оказывается, путей много. Можно учиться в одной школе, в другой школе, в третьей школе, в музыкальной, в спортивной, в общеобразовательной, а аттестат один. Всё равно все эти пути, они ведут, в конце концов, к циррозу. Цирроз – это такая ситуация, когда половина печени уже не работает. Нам нужна целая печень, а половины нет. Какой выход? Какой выход? В окно, правильно вы показали? Выход только в окно. Как бы это печально не звучало, но действительно только так. Потому что если половины печени уже нет, кто будет выполнять за неё работу? Возьмёт вторая половина печени полставочки или две ставочки за другого человека. Не факт, не потянет. И обычно не тянет. И нам приходится заменять весь вот этот объём функций, а их там больше 50, таблетками. Грубо говоря, на каждую функцию печени мы должны выпить одну таблетку, чтобы даже не вылечить её, а выполнить за неё её же работу. Конечно, лучше до этого не дотягивать, да? Но даже в случае цирроза, особенно если это начальная стадия, когда мы только что поняли и только что осознали, что это катастрофа, если мы правильно определим, какие же пути привели к тому, что это случилось, и устраним первоначальную причину, тогда мы можем дать печени фору, карт-бланш, какую-то дополнительную возможность, чтобы она отросла снова. Потому что это единственный орган в организме человека, который из половины может вырасти обратно в целую печень. Больше ни у кого такой возможности нет. Так, собственно, в чём же проблема? Проблема в том, чтобы понять, что привело к этой тяжёлой ситуации. Потому что это может быть... Вот кто-то спрашивал там про курение, кто-то ещё про что. Это может быть алкоголь, это очень популярно было в своё время. Это может быть жир. И сейчас у нас, по данным вот в России проведённого исследования, Директ-2, в котором участвовало больше 50 тысяч человек, в среднем, получается, встречается жировое повреждение печени у 37% людей в нашей стране. Это же катастрофа. Да, Сергей, это катастрофа. А как выловить вот этот момент, что что-то с печенью не так, что что-то происходит? Как распознать? Хороший вопрос, да? Хороший вопрос. Знаете, что самое главное? Самое главное об этом вообще задуматься. Потому что если мы даже об этом не задумаемся, то мы точно момент пропустим. Вот здесь собрались те люди, которые точно думают про печень. Вот это как в ситуации со снижением веса. Знаете, избыточный вес и ожирение получают только тот человек, кто пропустил свои первые 3 килограмма. Потому что если мы научились бороться с первыми 3 килограммами, мы никогда не получим вторые 3 килограмма, третий 3 килограмма, четвёртый 3 килограмма. И не доберёмся до ужасающей цифры в 100. Поэтому с печенью такая же история. Надо всегда держать руку на пульсе и не пропустить этот момент. Когда мы можем заподозрить? По самочувствию нет. Но старая добрая рекомендация. Сдавать обычный банальный общий анализ крови и биохимию решает этот вопрос полностью. Абсолютно полностью. Если посмотреть с точки зрения хронометража, как долго бежать до цирроза, с учётом того, что печень прекрасно восстанавливается, мы должны одной рукой с молотком прям повреждать печень и долбить по ней постоянно, а другой рукой ничего не давать. Вот тогда процесс достижения цирроза займёт лет 10 или 20. То есть реально надо сидеть и не думать вообще о своей печени никогда. И постоянно её чем-то долбить. Либо таблетками, либо алкоголем, либо жиром, либо чем-то ещё. Поэтому если мы берёмся за ум вовремя, ну или хоть раз в 5 лет сделаем биохимический анализ крови, мы точно увидим те изменения, которые скажут нам. Дорогой товарищ, ну посмотри на печень, ну взгляни хоть одним глазком и задумайся, что там происходит. И даже тогда у нас будет достаточно времени, чтобы успеть её восстановить. Поэтому что нас выручит? Наверное, здравый смысл. Наверное, только здравый смысл и хотя бы маленькая забота о своём здоровье. Ну хотя бы маленькая. Ну хотя бы чуть-чуть. Ну капелюшечку. Благодарю. Вот у нас пошли вопросы, их достаточно много. Какие показатели биохимического анализа должны насторожить? Спасибо за вопрос. Ну смотрите, у нас есть стандартный обычный набор. Он, кстати, в книжке прописан. И что каждый из показателей значит. И какие, в какое время надо сдавать. И какие, что покажут. И даже в книжке прописано, сколько, какой показатель стоит. Чтобы можно было это всё рассчитать с математической точностью. Поэтому мы берём базовый какой-то набор анализов. АСТ и АЛТ. Это первые звоночки, которые говорят о том, что пошло что-то не так. Потому что печень состоит из маленьких клеточек. Ну давайте мы большую нарисуем. Из больших клеточек. А внутри печёночной клетки как раз и находятся вот эти два вещества. АЛТ и АСТ. И если клетка печени лопнула, разрушилась, погибла. Все эти вещества вываливаются из клетки наружу и уносятся в кровь. И в крови мы видим, что АСТ и АЛТ начинают повышаться. И это говорит нам как раз о том, что большее количество клеток печени гибнут. Тогда нам надо искать причину. Это наша первая цель. Ответить на вопрос почему. И вторая задача, которая перед нами стоит. Понимать, насколько далеко ушёл этот процесс. Там уже возник фиброз. Первой степени, второй степени, третьей степени. Или уже цирроз. И как далеко мы зашли. То есть причина и текущее состояние. Вот эти два момента, которые нас больше всего интересуют. Об отношении АЛТ и АСТ надо думать только в той ситуации лора, когда они повышены. Когда они нормальные. И это не имеет никакой ценности. Вопрос такой. Помогает ли Аллаху очистить печень? Я вот обычно, знаете, избегаю торговых названий. Дабы никого не обидеть и не восхвалить зазря. А в вашей книге написано, как... Вы написали в вашей книге, как вообще лечить печень, как очистить, какими препаратами? Я просто объяснил этот вопрос проще. Я написал про все препараты. Вообще. Чтобы не выделять какой-то один. А объективно охарактеризовал абсолютно все. Все, что есть. Из того, что влияет на печень. А желчегонные препараты на печень вообще никак не влияют. Вообще. И вот тот Аллахова, о котором сейчас спросили. Это чисто желчегонный препарат, который к самой печени вообще никакого отношения не имеет. Но мы понимаем, с одной стороны, что вроде бы желчь образуется в печени. Дальше попадает в желчеводящие пути. И, наверное, надо... А что с ней еще можно сделать? Наверное, гнать только. И поскольку мы не знаем других вариантов, соответственно, мы ищем только такой вариант. Хотя подход... Ну, давайте. Здесь есть книжка, глава про желчевыделение. Очень полезная, очень важная для понимания того, что там происходит. И глава, часть третья, как раз посвященная проверке печени. Здесь есть про все анализы. Про анализ крови с пробирочками. Все подробно здесь написано. Про все показатели. Видите, подготовка нужна, не нужна, сколько стоит цена вопроса, что покажет. Нормальное значение, оптимальное. Что значит повышенное, что значит пониженное. И схема действий. Что делать, если показатели повышены? Что делать, если показатели понижены? Причины. Как эти причины выяснить? И вот дальше вся детализация по последующим анализам. Я сейчас вернусь к вопросу про желчь. Закончу с этим. То есть, когда мы сдали базовую часть анализа, понимаем, что причина какая-то существует, и из-за нее печень повреждается, нам надо ее найти. Для этого нужен второй этап обследования. Если печень не повреждается, нет смысла искать причину, правда? Но нет смысла искать причину, если печень не повреждается. Здравый смысл подсказать, если ничего не разрушает печень, зачем искать причину? Поэтому, чтобы не тратить деньги зря, мы бьем эти анализы на две половины. Первое, выясняем, надо ли проверяться или нет. А второе уже, если надо проверяться, ну давайте дальше проверяем. Поэтому, про желчь выделения. Забуду, хотел сказать. Короче. Бывает. Да, конечно, желчь выделяется из печени, и она нужна для того, чтобы выбросить из печени всю отработанную химию. Всю отработанную химию. Все, что осталось от лекарств, от вредных веществ, от жиров. И, в принципе, печень прекрасно с этим справляется. Задача накопления и непосредственно выделения лежит уже на желчном пузыре. И его функция, собственно, заключается в том, чтобы накапливать и выделять, выбрасывать. Накапливать и выбрасывать. Если мы используем желчегонные препараты, мы не добиваемся ими ничего больше, чем естественные функции пузыря. Потому что вот это накопление и выбрасывание, накопление и выбрасывание происходит каждый раз, когда мы едим. Каждый раз, когда мы едим, а едим мы как минимум три раза в день, ну, по идее, происходит выделение всей этой желчи. Резонный вопрос. Зачем дополнительно это делать? Больше желчи все не выделится. Больше желчи, чем объем пузыря, все равно не вместится. А она выделяется, вся накопленная в полном объеме при каждом приеме пищи. Есть ли с них желчегонные? Никакого. Когда мы делаем УЗИ, тогда мы видим какую картинку. УЗИ пришли посмотреть, что в печени, в желчном пузыре, а утром натощак. Утром натощак, да еще и после ночи, в желчном пузыре в любом случае что-то будет, потому что мы не поели. А как только мы поедим, он все это и выбросит. Есть какой-то смысл? Давайте лучше есть можно истальше, чем желчегонить таблетками. Да? Да, спасибо большое. Ну, это так, отвлеченно, короче. Значит, дисконезия, гипертонус может вредить печени? Только в одной ситуации. Если это реально блокирует желчевыделение в значительной степени. То есть это примерно больше, чем на 50%. Тогда действительно, за счет... Это гидравлическая система. Те, кто помнит физику из школы, они, может быть, знают, что если мы наливаем воду, наливаем воду, наливаем воду через шланг куда-нибудь, а потом взяли этот шланг, пережали. Пережали, и что происходит? Либо льется через край, а система в печени замкнутая, через край льется некуда. Тогда повышается давление. Давление повышается и начинает распирать всю эту систему. А за счет того, что давление распирает всю эту систему, какие-то клетки печени не выдерживают и начинают погибать. Погибают, и вот тогда повышаются те самые пресловутые показатели АЛТ и АСТ. Так же, как и при любой другой проблеме. При вирусном гепатите, когда вирус это убивает. При алкогольном гепатите, когда алкоголь их убивает. При токсическом поражении печени, когда мы какой-нибудь отравки желчегонной выпили, от которых по американскому исследованию больше всего повреждается печень. Или от какого-нибудь другого иммунного нарушения. Как и от любой другой причины. Так. А давайте... Понятно объяснение? Да, да. Давайте поговорим о причинах заболевания печени. Какие существуют причины? Ну, я бы, наверное, начал с самой популярной причины. Самая популярная причина проблем с печенью – это заблуждение. И непонимание того, как она работает. Поэтому про причины знать полезно, нужно и важно. И об этом вся, собственно, первая и вторая глава в этой книжке. Но самая главная глава – это третья, которая посвящена проверке печени. Потому что зачастую получается так, что мы лечим то, чего на самом деле нет. Из-за того, что мы неправильно проверили печень, мы думаем, что там есть проблема, а на самом-то деле ее нет. И получается, что мы лечим вслепую то, чего нет, и не получаем результат. Потому что мы проверяем вообще не то и лечим вообще не то. И это, к сожалению, к сожалению, самая частая проблема. Поэтому надо грамотно проверить. Грамотно здесь написано в книжниках. Потом в результате этой проверки мы понимаем, какая же, собственно, проблема перед нами встала. И исходя из этого, нам надо понять, как она вообще развивается, эта проблема. И у нас существует три способа. Я сейчас пока про общие части, да, можно я в таком формате. Три подхода к лечению. Первое. Мы называем это в медицине симптоматическим лечением. То есть убрать проявление болезни. Поскольку печень – молчаливый орган, о каких-то проявлениях речь не идет. Симптомов-то нет. Поэтому симптоматическое лечение, которое нацелено на снятие проявлений, отсутствует в этой истории. Остается еще два варианта. Два варианта – это этиотропное лечение, медицинское слово. А по-русски это устранить причину. И вот эта часть лечения, она будет абсолютно связана с причиной. И нам важно понимать, какая и как она действует. А вторая половина, ну из трех оставшихся, это патогенетическое лечение. Переводим на русский, это надо поддержать орган, поддержать орган, те процессы, которые у него происходят, чтобы правильно его восстановить. Вот это более универсальная часть, нацеленная на фиброз, цирроз и так далее. Поэтому для того, чтобы вылечить, нам надо знать вот эти две составляющие. Первая составляющая – причина. И вот здесь причина – это то прилагательное, которое представляется в слову гепатит или гепатоз. Алкогольный, жировой, вирусный, иммунный, там еще какой-нибудь. А вторая – это степень фиброза. И вот из этих двух компонентов все лечение и состав. Вот тут есть жировой гепатоз. Вот, жировой, пожалуйста. И это самая распространенная проблема. Самая распространенная почему? Гудиза, почему самая распространенная зировая повреждение печени, а? Как вы думаете? Я вам скажу больше. Потому что остальные мы не проверяем. Просто не проверяем. Неужели я говорю прямому кире и на широкую аудиторию, а? Ужаски, меня за это, наверное, накажут. Ну вот, значит, мы просто не проверяем. Что мы проверяем? Вирусный или не вирусный, потому что мы боимся вирусного гепатита. Про это много чего говорили. Гепатит А, гепатит В и так далее. А гепатит С, все их боятся. Это самое противное, наверное. Не то чтобы опасное, потому что гепатит С на сегодняшний день вообще не опасный. Это два месяца приема таблеток, которые без побочных эффектов, как витамины. И все, и гепатита С нет. Ну, просто вот она какая-то противная такая история. Связана с наркотиками. Да, да. С советского времени еще как-то пошло. Да, да, да. И с медицинскими работниками. Потому что среди них больше всего. Такое такое происходит. Вот. Ну вот. Проверяем вот это вот самое опасное, самое неприятное, самое противное. И как бы про остальные причины. Забываем. И если это не вирусное, значит, это жировое. И начинаем думать, что это жировое. А там на самом деле существует огромное количество причин. Иммунные нарушения. К сожалению, редко проверяют. Пока до них доходит диагностика. Просто доходит, потому что надо осознать это. Средний срок установки диагноза от 7 до 13 лет. Когда человек ходит с неким гепатитом, который сначала считает жировым, потом считает непонятно каким, потом начинает проверять. И только потом мы ставим действительно диагноз. А это же огромный срок. А это реально огромный срок. Представляете? Почти 10 лет. За это время успевает развиться и фиброз, и все остальные проблемы. Причем нельзя сказать, что ответственность здесь лежит на врача. К сожалению, нет. Ответственность делится реально напополам. Потому что человек должен дозреть, прийти и выполнить рекомендации. А у нас как? Ну как бы сначала надо дозреть, на это уходит 3 года. Потом надо дойти, на это уходит еще один год. Потом надо выполнить рекомендации, на это еще 2 года уходит. Потом, пока мы сдали анализ, надо еще раз дойти, и на это тоже кучу времени усматривать. В общем-то, ну как бы с обоих сторон. Это наше общее дело – вылечить печень. Поэтому самое частое – жировое повреждение. Оно связано с тем, что мы много чего едим лишнего, а иногда едим некачественные еды. Бывает такое? Бывает. К сожалению, еда поменялась за последние 20 лет и по своей структуре, и по тому, как ее выращивают, и по составу, и по вкусовым предпочтениям. И буквально там сколько, 50 лет назад не было ни чипсов, ни сухариков, и картошка была только жареная на сковородке. Да? Поэтому много чего поменялось, и поэтому жировая болезнь печени помолодела. И поэтому даже у подростков есть жировые изменения в печени теперь. Хотя раньше мы считали это типичным заболеванием пожилого возраста. Вот об этом надо думать действительно всем. Особенно тем, у кого есть избыточный вес. Кстати, вот там был вопрос. А вот если худенький человек, может быть, как это правильно называется? Это связано? Да. Это связано с изменением настроек обмена веществ, которые могут произойти и у полного человека, и у худого. Вот возьмем, например, марафон. Марафонец, да? Под жарой, сухой, постоянно бегает. Но за счет того, что он бегает долгими забегами, у него нарушается регуляция инсулина и сахара, и жирового обмена. И у него тоже возникает жировое повреждение печени, как это ни странно. Казалось бы, да, где щупленький марафонец, и где ожирение печени. Так вот оно рядом. Из-за того, что человек долго голодает, долго не ест, у него переключается обмен веществ, и тоже может возникать жировое повреждение печени. Да. А можно защитить печень при помощи каких-то диет, например? Хороший вопрос. Он будоражит умы людей давно. Значит, защитить печень проще всего и эффективнее всего с помощью кофе. Как? Кофе? Кофе, да. Вау, классно. Да, поэтому вы молодец. Было множество исследований, которые изучали разные продукты, в том числе и кофе. И по кофе исследования следующие. Одна чашка в день делает печень лучше и сильнее. И уменьшает фиброз. Две чашки кофе в день делают печень еще сильнее, еще лучше ее защищают и еще больше уменьшают фиброз. Три чашки кофе каждый день еще сильнее защищают печень и еще больше снижают фиброз. А четвертая чашка кофе для печени, к сожалению, бесполезна. Но она становится полезной для сердца. Потому что она влияет на функции сердца, на метаболизм, не буду грузить, короче, энергетических веществ в мышцах сердца, в мышечных клетках сердца. И усиливает его сокращение и повышает его мощность. Поэтому для печени три чашки кофе, пожалуйста, без проблем. Про другие продукты, кстати, здесь написано много. Потому что четвертая часть посвящена тому, как влияет диета номер пять, популярная диета номер пять, которая была изначально, в период голода вообще-то, в период голода в Советском Союзе, разработана для восстановления печени. И она была нацелена в первую очередь на то, чтобы восстановить вообще у человека силы. Потому что в условиях дефицита питания, ну, крайне сложно иметь нормальную печень, правда? Вообще нормальное состояние. Поэтому эта диета, которая номер пять, исходная была, она предполагала 3000 калорий в сутки. И почти 200 граммов жира в сутки. И по современным меркам, конечно, она для жировой болезни печени, как и для любой болезни печени, не подходит. А тем, те варианты диеты, которые мы используем сегодня, которые также остались под тем самым номером пять, они вообще не имеют ничего общего к исходной диете. И разнятся по составу ужасным образом. Поэтому слепо следовать ей, ну, не совсем правильно. Надо опираться на результаты исследований, которые изучали огромное количество продуктов и их влияние. И здесь в книжке, в этой четвертой главе, есть продукты современной диеты. Вредные продукты, полезные продукты для печени, где подробно написано про все виды продуктов и про то, как они влияют, какой механизм у них воздействия при том или ином заболевании. И мы можем это все полностью прочитать, полностью изучить и учитывать в своем рационе, понимая при этом, что вылечить болезнь продуктами не получится. Но создать дополнительные условия, чтобы вот этот вот самый набор химических реактивов у печени был, мы можем. Именно с помощью диеты. Спасибо огромное. Вот там вопрос звучал так. Где купить книгу? Дорогие друзья, сейчас у нас идет прямой эфир «Московский дом книги», легендарный книжный магазин вообще России. Пожалуйста, заходите к нам в интернет-магазин, он работает. Заходите, вы наверняка видите mdk.insta, это наш аккаунт. Зайдите в сторис, там будет пост. Свайпайте вверх и переходите в интернет-магазин. Книга с 15-процентной скидкой. О чём молчит печень Сергея Вялова. И также мы, представляете, дарим ещё подарок. За покупку книги мы дарим журнал. Читаем вместе «Навигатор в мире книг» свежий номер. Поэтому добро пожаловать. И другие книги вы тоже можете заказать у нас в интернет-магазине. Вам доставят. Вопрос. О растворимой кофе. Давайте я вас попиарю ещё. Да, давайте. Вообще это самый крутой книжный магазин на мой взгляд. Там огромные площади. В него можно заходить с самого утра и выходить только поздно вечером. Потому что это нереальное количество и нереальный объём литературы по всем отделам. И медицинская, и педагогическая. И по математике, и по физике, и по экономике, и по диетам, и по питанию. И для школьников, и для дошкольников. Вообще всё, что только хотите, там можно найти. Единственное, что сейчас, наверное, физически туда попасть сложно. Но у нас интернет-магазин работает. Да, поэтому интернет-магазин решает вопрос. А теперь я немножко попиарю ещё и свою книжку, да? Да, конечно. О чём молчит печень. На самом деле, друзья мои, если вы её просто загуглите, о чём молчит печень, вам выпадет миллион разных ссылок, среди которых будет и Московский дом книги, по-моему, один из первых высказывает. И вы с лёгкостью сможете её найти. Кроме того, если вы зайдёте в мой профиль в Инстаграме, там есть ссылочка, информация про книгу. И вы там тоже с лёгкостью можете себе её заказать. Я думаю, что и на Украину тоже отправить. Отправите? Ну, там просто доставка будет сколько стоить, я думаю, да? Ну, это надо будет связаться с нашими доставками. Сейчас доставка работает, по-моему, куда угодно, что угодно. Вон, хотите, там такой пони-экспресс закажите, и вам маленькая лошадка привезёт вашу книжку хоть на север в полю. Ну, у нас по сравнению с другими магазинами в интернете приятный бонус. Я говорю ещё о том, что журнал, мы дарим журнал, прям полноценный, классный, красивый журнал с интервью, с интересными новинками книжными. То есть там вот любители почитать книги... Я, пожалуй, сам докуплю у вас книжку, потому что мне хватит как раз дарить таким друзьям и родственникам, воспользуясь этим предложением со скидкой. Спасибо. Вот был вопрос о кофе растворительном. Да, я помню. Мне сложно назвать растворимый кофе, в принципе, кофе. Кофе, да. Потому что сложно представить себе, как вообще это вот... Ну, как это, слушайте, как это? Вот это высушить... Не буду продолжать вот этот вот народный фольклор по поводу высушивания. В общем-то, исследования... Давайте от исходника. Исследования были по натуральному кофе, который в зёрнах, который молотый. Из расчёта одна чашка равна одному эспрессу. Там есть стандартная доза кофеина, как бы, и других веществ, содержащихся в кофе, на которые, собственно, и считали вот эти три дозы в день, которые полезны для печени. Название магазина, ещё раз повторите, просят. Московский дом книги. Друзья, вот сзади меня есть баннер, написано Московский дом книги, легендарный книжный магазин. Вот, друзья мои, в левом верхнем углу, в левом верхнем углу, где как раз иконочка такая, написано МДК. Да, МДК. Тут кликните, и, собственно, и вы увидите этот магазин. И ещё, вот внизу, вот видите, вот прямо здесь, где прикреплено сообщение, написано МДК Инста, вот там тоже можете нажать. Да, спасибо большое. Мне кажется, вот с наступлением карантина все стали более продвинутыми в Инстаграме, вообще в интернете. Друзья, идём дальше. Вопрос. Как лечить атрофический гастрит? Вопрос из чата. Вопрос в тему прям, прям в тему. Атрофический гастрит, конечно, никак не связан с печенью. Вообще, давайте завершим вопрос с кофе, ладно, с вашего позволения. Смотрите, если мы рассматриваем печень, если мы рассматриваем печень, то кофе полезно. Полезен, пардон, у меня автоматически это выскакивает. Кофе полезен. Если есть какие-то другие заболевания, когда кофе пить нельзя по каким-то причинам, не надо этого делать. Мне кажется, это достаточно логично. Спасибо большое. Вопрос в кофе. Да, друзья, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Давайте уйдём от темы кофе, да. Пишите вопросы по теме, которая у нас сегодня. О чём молчит печень? Мы разговариваем сегодня о главном органе нашего. Друзья мои, на все ваши вопросы, которые касаются пищевода, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, хеликобактера, кишечника, запоров, диареи, микробов, кишечника, чего угодно хотите, я отвечу вам на другом эфире. Я его проведу в пятницу в 8 вечера. Присоединяйтесь, пожалуйста, там разберём всё остальное. Сегодня вроде бы мы говорим про печень. Да, вот есть вопрос интересный. Красные точки, красные розинки на теле могут являться сигналом проблем с печенью? Я вот, слушайте, когда старался и писал эту книжку, и отписал вот эти 400 страниц, здесь про симптомы тоже всё написано. И про родинки тоже написано. И какие они бывают, надо их видеть. Потому что, если мы формулируем вопрос правильно, вы знаете, я сторонник простого подхода. У нас есть три наших друга. Первое – базовые знания. Второе – логика. И третье – здравый смысл. Если мы используем все три компонента, мы с лёгкостью решаем любую гастроэнтерологическую проблему или вообще проблему, связанную с пищеварением. Да и в остальных сферах медицины тоже. Если вы спрашиваете про родинки, друзья мои, это родинки. Они с печенью ничего общего не имеют. Родинки как родинки. Если вы говорите о каком-то пятнышке на коже, то тогда его надо посмотреть и убедиться. Это родинка или это другое пятнышко на коже, которое может быть потенциально связано с печенью. Поэтому давайте вот в нашем понимании в первую очередь вот эти вещи разграничим. Если родинка, да, родинка, пожалуйста, не нравится вам удалить ее, сходите к дерматологу. Он вам удалит родинку без проблем. Если это фигментация, фигментация, это определит дерматолог, когда посмотрит под лупами, то это подвергается отбеливанию, чистая техническая процедура с печенью никак не связана. Если это какие-то теленгейтазии, какие-то другие сложные названия, вот тогда это может быть связано с печенью, и тогда надо заниматься печенью. И тогда они пропадут. Вот. Поэтому первое, что надо сделать, показать дерматологу. Но уходить от дерматолога с заключением «это все от печени, идите ее лечите» неправильно. Дерматолог должен написать ключевое слово, как называется эта проблема на коже. Будет название, будет почва для размышления и старт какой-то для последующих действий. Поэтому, если эти высыпания на коже, пятна, связаны с печенью, надо лечить печень. Конечно. А все эти высыпания, они вторичные. Спасибо огромное. Может быть, покажется немного глупым вопрос мой, но что-то вот меня заинтересовало, я думаю, не я одна, мучаюсь этим вопросом. Вот вы знаете, у меня бывает какой-либо как, ну типа ибупрофена, да? Нурофена бывает, значит, сыт. Связано ли это с печенью? То есть это реакция аллергическая от печени идет? Скорее, ну два варианта может быть. Точно не печень. Точно не печень. Фу, я выдохнула. Так. Но это зависит от количества. Потому что разрушение печени на нестероидных противовоспалительных, типа ибупрофена, парацетамола, диплофинат и прочих, зависит от дозы. Для парацетамола больше 2 грамм в день разрушает печень гарантированно. Но это 4 таблетки. С ибупрофеном примерно такая же история. 4 таблетки по 200 миллиграмм. Тогда, если мы превышаем, это 100% дозозависимая история, тогда можно ожидать, что показатели по печени поползут вверх. И можно идти сдавать анализ. Или, если мы сочетаем эти 4 допустимых таблетки с чем-нибудь еще. Нет, ну ты болеешь. Ну, например. Ну, почему? Некоторые прогреваются спиртом изнутри. Есть такой способ лечения, знаете? Я думаю, что это смущали. Ну, не вы, конечно. Некоторые, некоторые. А у кого-то есть уже проблема с печенью. Например, жировая болезнь с печенью. Она дает какой-то фон. И тогда количество таблеток, чтобы повредить печень, должно быть меньше. А мы думаем, что это все те же 4. Так вот, то, что касается ибупрофена, либо это аллергическая реакция, которая проявляется рандомными, абсолютно спонтанными в разных местах, некими красноватыми пятнышками, которые при надавливании исчезают, а потом появляются снова. Либо это сосудистая реакция, потому что большая часть препаратов из этой группы действует на тромбоциты клетки крови, которые отвечают за свертываемость и за проницаемость сосудистой стенки. И вот тогда за счет проницаемости сосудистой стенки часть клеток выпадает, и мы видим какую-то красоту. Благодарю. Порядка этого не стоит, если это проходит в течение утра. Ну да, да, конечно, проходит. Благодарю за ответ. У нас эфир, к сожалению, подходит к своему завершению. Осталось 8 минут. Ну, давайте пару вопросов, и будем уже прощаться. Вот у меня вопрос. Между железным дефицитом и печенью. С дефицитом связи нет. Есть связь с избытком железа. Поэтому, если в организме железа не хватает, надо его восполнять и искать ту дырочку, через которую оно протекает. И не восполнять его бесконечно долго, а все-таки эту дырочку найти и залатать, чтобы дефицита больше не было. А вот если мы начинаем этот дефицит бесконтрольно лечить, или в отсутствии снижения гемоглобина, то есть в отсутствии реальной анемии, пытаться восполнить ферритин, чем многие грешат, тогда мы накапливаем избыток железа в печени, и печень из-за этого начинает разрушаться, к сожалению. Это называется синдромом перегрузки железа, или аналогично гемохроматозу, наследственному заболеванию, при котором накапливается железо внутри печени. И ваш вопрос, давай. Да, по телевизору часто показывают препараты, которые защищают, ну, типа защитники печени. Можно ли их принимать без консультации врача? Как вы этому относитесь? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, смотрите, я как врач не могу сказать, что их надо принимать без консультации врача, да? Ну, здравый смысл подсказывает, что у нас может быть разный инструментарий. Может быть отвертка, может быть молоток, может быть дрель. И каждый инструмент нужен для чего-то. Молоток, чтобы гвозди забивать, отвертку, чтобы шурупы выкручивать или закручивать, а дрель, чтобы дырки сверлить. Точно так же и каждый препарат для лечения печени нужен для конкретной цели. Но мы почему-то все-таки зашорены в своем мировоззрении во всех смыслах, в отношении печени особенно. И поэтому мы думаем, что таблетки от печени лечат любую проблему, то есть в принципе печени. К сожалению, не так. К сожалению, они тоже как разные инструменты используются при разных проблемах. Например, если мы будем пить таблетки для печени, пытаясь вылечить вирусный гепатит, ничего не получится. Потеряем время, дождемся цирроза и фиброза и ничего не решим. Если мы будем использовать инструмент не по назначению, в лучшем случае будет ноль результатов. В худшем случае, потому что многие препараты для печени ограничены по сроку приема двумя неделями или четырьмя неделями, или дозировкой, мы можем получить серьезные побочные эффекты. Например, на первый взгляд безопасный препарат адометионин, я не пиарю название, это международное название, он ограничен по длительности приема, потому что его бесконтрольный прием или сочетание, например, с антидепрессантами или противотревожными препаратами, которые многие пьют, чтобы просто поспокойнее относиться к карантину, будет вызывать панические атаки, тяжелую депрессию, суицидные мысли и так далее. Неизвестно, чем используется. Правда? Спасибо огромное. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас люди на самоизоляции находятся. Смотрите. Пятая часть. Пятая часть. Это полкнижки. Про все препараты. Вообще про все, про все, про все, про все расписаны. Вы потом посмотрите и почитаете. Очень любопытно. И про деньги, сколько это стоит лечить. И про болезни, при каких болезнях это имеет смысл делать. и про сами препараты, что вообще для чего, от чего и когда это следует использовать. Ну вот, например, не знаю, раз, коробши. Пожалуйста, почитайте. Вот, пожалуйста, про аминокислоты, какие аминокислоты нужны, какие не нужны, какие вредные, какие полезные. Про витамины, полезны они для печени или нет, нужны они вообще или нет. А про артишок, фосфолипиды и так далее. Про все, про все, про глицеризиновую кислоту. Все найдете. Кроме того, самое ценное, что здесь есть, самое ценное, это вот эта вот проникка. Можно сказать, что вся эта книга стоит только одного этого бесплатного приложения. А можете прочитать, пожалуйста, как глава называется? Бесплатное приложение для вашей печени. Бесплатное приложение. Здесь домашнее задание, друзья мои. Домашнее задание и ответы, и вопросы, и вопросы, на которые вам нужно ответить, и правильные ответы. Читаете вопросы, пишете себе на листочке правильные ответы, а потом читаете правильные ответы. Сопоставляете и понимаете, что надо делать с вашей печенью. Кроме того, здесь есть печеночный лайфхак или печеночный коктейль, который выручит вас на праздник. На праздник. Ну вот. Давайте вам вопросы. Здорово. Ну, на самом деле, был вопрос такой, как вы считаете, самоизоляция влияет ли сейчас на состояние печени? Я буквально недавно разговаривал со своим другом-наркологом. Он говорит, что сейчас на самоизоляции уровень злоупотребления больше, чем на новогодние праздники. Поэтому, как вам сказать, наверное, влияет. Кроме того, пока мы на самоизоляции, мы иногда заедаем наш стресс, потому что в четырех стенах очень сложно находиться. И это способствует жировому повреждению печени. Жировому повреждению печени. К сожалению. Поэтому у нас комплект и жировое, и алкогольное. А если кто-то еще пьет лекарства, а сейчас очень популярно, не знаю, аспирин, чтобы предотвратить коронавирус и так далее, как бы это дополнительно дает и третий компонент, лекарственное повреждение печени. К сожалению. Поэтому после выхода из карантина придется ее лечить действительно. Поэтому давайте, чтобы конструктивно к этому подходить, просто дадим анализ крови и посмотрим, надо ее вообще лечить или не надо. Или ваша печень свободно может отправляться, погулять. Есть люди, которые пытаются вылечить маслом печени. Вот, например, Ирина, которая спрашивает, какое масло полезно для печени. Оливковое или масло печени трески или масло, которое... Это же все жир, друзья мои, это же все жир. Что масло оливковое, что сало. Разницы у печени никакой нет. И там жир, и там жир. Один полегче, второй потяжелее. Зачем есть только жира? Слушайте, маслом можно... Я не могу, извините. Первое, что вы сделаете, если вы будете пить масло на регулярной основе или пытаться им что-то вылететь, вы заработаете себе бока. Бока. Потому что все масло практически идет в бока. Что бы вы им ни лечили. Многие пьют льняное масло от запора, многие пытаются пить оливковое масло от сердца, кто-то пьет конопляное масло или цикленное масло в надежде просить какие-нибудь протоки в печени или что-то еще. Первое, что вы сделаете себе, это бока. Если вы не хотите бока, друзья мои, выберите другой способ лечения. Но, если вы выбираете способ лечения, наверное, вы делаете это не просто так, и не из любопытства, и не из желания сделать нормальную печень, супер печенью. вы, наверное, хотите поддержать ее в состоянии болезни. А если уж мы говорим про болезнь, давайте тогда уже опять конструкцию выясним причину, уберем причину и поддержим печенью. Вот эти два компонента, которые нам надо с вами сделать, они полностью изложены в книге. Сергей, сейчас у нас уже прорвется эфир. Спасибо огромное за прекрасные советы. Спасибо всем тем, кто участвовал в эфире. Сегодня у нас на связи был врач-гастроэнтеролог, гипотолог с 13-летним стажем, кандидат пендицинских наук Сергей Вялов. Давайте поаплодируем каждой из своей квартиры. Московский дом книги на прямой связи. Заходите к нам, пожалуйста. Вы наверняка видите внизу вот mdk.inst. Это мы. Заходите в наш интернет-магазин и приобретайте книгу с 15% скидкой. Но я желаю всем здоровья. До новых встреч. Спасибо вам, друзья. Берегите печень. Пока-пока. До свидания.